Был непосредственно участником спецоперации по спасению корабля, это фактический ракетный крейсер «Москва». Там было много трупов, и в основном к спасению происходило очень печально. То есть мы корабль потеряли, он по тону, мы не смогли отбуксировать. После того, как мы вернулись со спасения Москвы, дали два выбора. Первый выбор. Ты либо идешь дальше на кораблях в море и нуждать примерно такой же участи, либо в пехоту. Я не... Ну, я насмотрелся, что было на Москве, я не хотел дальше видеть то, что ты посередине моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался, я написал рапорт о том, что я согласен на спецоперацию на Украине. Нас отправили в разведку на двух БТРах, в составе 30 человек. Мы попали под миномерный обстрел. 30 человек погибло. Мы оттроем остались. Там мои товарищи. Командиры, которые с нами были, я вот валялся, истекал кровью, у меня повредилась рука. Командиры сказали оставлять раненых, иначе мы с ними не сможем убежать. То есть они просто вот убежали, еще какая-то кучка людей, которая была с нами. Все. То есть я истекал кровью. Ко мне подошли военнослужащие ВСУ. Они оказали первую медицинскую помощь. То есть нас даже не обучили, как накладывать жгут. То есть я не умел этого делать, не помогли. Они дали воды, отвезли нас, перевязали меня, то есть у меня была сломана рука. Вот. И здесь воевать нечего. То есть такие, как обычно там находятся, в России, типа лучше сюда не ссылаться. Просто здесь мы ничего не освобождаем и захватываем. Ко мне лично подходили дети, просили поесть, попить, потому что у них ничего нет. У них разбомблены магазины, дома. То есть от дедов отбирают велосипеды, мопеды. Им передвигаться не на чем, потому что типа якобы нам нужно. То есть мы мародеры. Страшная война. Ходить туда лучше не стоит.